Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные зрители! Вы на канале BitRider. В этом ролике я хочу рассказать вам об одном весьма интересном и очень полезном приложении, которое я создал этой зимой в рамках проектной работы для университета. Приложение было залито в App Store от имени моей компании, собственно, учредителем которой я и являюсь. К сожалению, данное приложение доступно только для пользователей iPhone. Если среди моих зрителей есть люди, которые занимаются разработкой под Android-платформу и у вас вдруг возникнет желание разработать версию для телефонов, которые работают на базе операционной системы Android, то я готов разместить ссылку на ваше приложение рядом с ссылкой под версию для iPhone. При условии, что ваше приложение будет распространяться тоже бесплатно. Итак, что же это за приложение? Это приложение из разряда тех, которыми вы не будете пользоваться каждый день, но оно должно быть обязательно установлено на вашем телефоне, потому что когда-нибудь оно сможет вам очень сильно помочь. Итак, давайте представим ситуацию. Вы находитесь где-то в незнакомой локации, это может быть чужой город, лесопарковая зона, или вы просто можете ехать по дороге на своем автомобиле, мотоцикле или даже на велосипеде. В дороге может возникнуть всякая непредвиденная ситуация, например, поломка или, не дай бог, травма. И вот, вы вызываете эвакуатор или скорую помощь. Я еще раз напомню, местность для вас абсолютно незнакомая. Да, и я знаю, о чем вы сейчас подумали. Вы можете достать свой телефон, открыть любое приложение с картой и локализовать себя. И это будет работать при условии, если у вас есть подключение к интернету. Так как вам понадобится подгрузить карту местности, на которой вы находитесь в данный момент. И даже если карта подгрузится, то для того, чтобы более-менее точно локализоваться и сообщить свое местоположение, например, в службу спасения, вам придется затратить на это какое-то время. Теперь представим ситуацию, что вам это нужно сделать максимально быстро. Например, произошла авария, есть пострадавшие, все на нервах. А если вы находитесь в чужой стране, а знания вашего английского языка ограничиваются школьной программой London and the Capital of Great Britain, а вызвать помощь необходимо, то тут вам придет на помощь приложение SOS 112. В чем фишка данного приложения? Приложение не только локализует вас на местности, оно отобразит ваш актуальный адрес в удобном текстовом формате, если таковой имеется на данной местности, который вам необходимо будет просто прочитать в трубку вашего телефона при обращении за помощью. В случае, если вы находитесь на местности, где недоступен адрес, а это может быть, если вы находитесь в лесу, в горах или на автомагистрали, то у вас есть всегда возможность считать GPS-координаты вашего местоположения и сообщить их SMS-кой своим друзьям, родственникам или в службу спасения. Помимо всего прочего, в приложении встроена кнопка для быстрого набора номера локальной службы спасения и, самое главное, что доступ к GPS-координатам доступен даже если вы находитесь в офлайн, то есть практически вы сможете себя всегда локализовать на любой местности. Данное приложение распространяется абсолютно бесплатно, скачать его вы сможете по ссылке, которая находится в описании под этим видео. А с вами был я, Вилли. До новых встреч!